здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий наступают веселые времена кажется и очень скоро те из вас кто еще не завел брокерские счета будут кусать локти потому что не сделали этого до сих пор вы будете наблюдать как можно заработать одно из последних моих видео было там на байдарке я там немножечко перегрелся сначала потом приболел я два дня мне было очень плохо болела горло болела очень сильно голова я ничего не мог снимать но тем не менее я следил за ситуацией и что это за ситуация смотрите последнее время индекс s&p 500 непрерывно увеличивался трампу значит там радовался как младенец и уже вот последнее время несколько раз этот индекс s&p 500 пробил несколько раз исторические максимумы у нас то же самое в россии тоже наблюдался рост большой всех индексов биржевых все акции росли и в этом году вы помните многие компании выплатили просто беспрецедентные на дивиденды и когда дивиденд выплачивается там дивидендный гэп падение индексов падение акций но зато на ожидание дивидендов и вот дивидендная ралли в общем-то завершилась практически там еще одна компания по он только осенью собирается созывайте общее собрание акционеров вот и какой-то вот то ли спячка то ли застой и и в миром в мире тоже большинством экономик замедление экономического роста наблюдаются трения между сша и китаем и сижу я вчера и смотрю на все это да в среду фрс понизил ставку и после понижения ставки до должна валюта то есть когда центробанк понижает ставку валюта должна на падать тут произошло нечто все совсем наоборот пауэл выступает мне хоть и плохо было но я смотрел прямом эфире выступление пауэлла пауэл выступает говорит да мы понизим сказать ставку на 0 25 процента это было уже заложено рынком вот но в то же время когда у пауэлла спросили означает ли это период затяжного как бы понижения ставок он сказал да вовсе нет почему бы нам ее не повысить и тут доллар искать в этот момент доллар вдруг начал не падать а укрепляться и как ни странно потому что все это было заложено рынком но рынок закладывал то что пауэлл скажет что да это будет вот надолго там постепенно будем снижать ставку нифига он сказал вот я думаю что трамп был в ярости тут же значит доллар растет индекс s&p 500 начал падать я вот смотрю ленту посмотрите вот это индекс s&p 500 посмотрите вот как он выглядит красный я думаю что вчера он был еще краснее сказать намного то есть тут все было красное потому что индекс s&p 500 падал доллар рос индекс s&p 500 рост экономик замедляется нефть на достаточно высоких уровнях находится но в то же время читаю еще полгода назад спрос на серебро на медь начал падать и график цен на медь вот так вот а при этом нефть вот и и там сверху но всегда говорят что не может нефть отставать от серебра она пойдет потихонечку вниз потому что что такое от меди что такое медь медь это промышленность а промышленность замедляется спрос на медь замедляется по отчетам компаний которые занимаются грузоперевозками грузоперевозки падают то есть товаров меньше значит по складам возят на соответственно но неужели нефть не будет падать куда ей деваться дальше читаю валюты развивающихся стран валюты развивающихся стран по отношению к доллару упали все кроме двух что это за страны на первом месте выросли валюты только двух стран за последние полгода что это за две страны вы будете сильно удивлены на первом месте стоит украинская гривна которая выросла за последние полгода на 12 процентов на втором месте российский рубль который вырос на 10 процентов я ничего не знаю про украинскую гривну но я подозреваю что там был кризис и она просто начала восстанавливаться но что по поводу российского рубля что у нас мы стали жить лучше мы стали жить как бы развиваться быстрее наша промышленность развивается ну в общем я бы сказал что не очень вот и тут доллар по отношению к остальным валютам растет удержится ли рубль дальше я читаю в августе традиционно рубль падает так было всегда на протяжении многих многих лет а доллар растет так было на протяжении многих 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 лет я это прекрасно помню потому что в августе обычно мы ездили в европу и каждый день я просто смотрел на курс биржевой каждый день наше путешествие становилось дороже дороже и и акции российских компаний начинают падать и тут я смотрю опять же в телеграме в чате ребята вдруг к те которые были вот инвесторы инвесторы облигации облигации акции акции вдруг начинают обсуждать а что же там у нас долларом и на срочном рынке и с нефтью на срочном рынке я такой думаю а действительно в общем сказать у меня вот так вот не знаю больное воображение ну короче говоря вот такие картиночки мелькали мелькали и я уже месяца три наверное четыре не занимался срочным рынком потому что ну как то там непонятно какая-то неопределенность а акции наоборот росли я просто ушел в акции вы видели что я занимался акциями и вот сейчас акции как раз наоборот все остановилось у меня рост в акциях с акциями у меня все по-прежнему на самом деле но была одна интересная компания на которую меня натолкнул один мой подписчик говорит а что с танталом я стал смотреть что у нас с танталом и вот здесь вот вот акции тантала это за последние четыре часа вот посмотрите за недельный график посмотрите вот что такое тантал на я стал интересоваться смотрите вот он сейчас смотрите сейчас он на уровне где-то двадцать там три рубля двадцать четыре рубля но был триста пятьдесят рублей то есть в десять раз это практически рост как биткойна и я посмотрел на эти акции сблизи немножечко вот и думаю ну есть возможность спекульнуть посмотрите вот они падали-падали и вдруг какие-то скачки проявляются что это за скачки я решил немножечко спекульнуть вот здесь да вот они упали практически до 18 из 18 они выросли до 24 это 50 процентов однако вот и я думаю ну наверное есть возможность немножечко спекульнуть я немножечко их прикупил вот ну потому что а что еще делать в общем скучно вот и тут же смотрите раз и объемы прекратились значит они остановили рост на 23 ну совсем все плохо и вот на фоне всех этих вещей я вдруг подумал а в общем-то скоро что делать то то есть ожидается такое падение рынка сомпетиций ожидается падение она уже началась на российском фондовом рынке ожидается рост курса доллара доллара по отношению к рублю то есть падение рубля она ожидается и на нефть уже поговарившим на переоценена ожидается падение нефти и вот вчера я продаю достаточно большую часть в этом тантале думаю ничего там хорошего не будет снб 500 падает тоже в общем сказать там но у меня огромная часть актива в долларах в долларовых в долларовом выражении а доллар растет но слава богу вот и я перевожу часть денег быстренько перебрасываю там 45 тысяч на на срочный рынок на срочный рынок в доллар и посмотрите доллар вчера вырос ну думаю хорошо сегодня он должен ну то есть вчера он должен ну накануне он вырос вчера он должен еще продолжить рост я поставил на рост он упал тут что-то такое вот и я тут думаю что делать то что делать и вроде да я смотрю 45 тысяч рублей еще один момент еще раз повторяю 45 тысяч рублей я пытаюсь купить доллары на срочном рынке и я когда ставлю заявку я могу купить 10 лотов это значит что имея 45 тысяч рублей я имею возможность купить фактически 10 тысяч долларов вы понимаете это фьючерсы это срочный рынок там нет плеча там нет платы за плечо вы понимаете в чем дело то есть можно купить 10 тысяч долларов в тот момент когда они точно будут расти и то же самое про нефть а нефть вроде бы должна начать падать я думаю так дай-ка я поддам нефть вот и сначала я купил 10 тысяч долларов 9 тысяч да вот иду и и и купил один лот нефти потому что вот она здесь вот была и она думаю сейчас поднимется но она падает и я закрыл эту сделку по стопу вот остальные 9 я купил доллар но доллар не начал расти я тоже закрыл это дело вот потом потом я вдруг решил что нафиг нужен доллар он пока не растет хотя он должен расти вот и я продаю еще нефть и я решил что так я поставлю на рост доллара вот он я купил 9 лотов а нет вот здесь я думаю дай-ка я поставлю немножечко на рост доллара он уже начал расти я думаю все уже поздно поставлю немного на рост доллара и примерно столько же на падение нефти и значит сначала у меня был продан один лот здесь одна заявка закрыта и я продал еще три лота нефти и вдруг я такой сижу читаю дальше новости и в новостях ребята пишут нефть полилась вот я такой перехожу смотрю вау посмотрите посмотрите вот что как весело происходит все на срочном рынке нефть за какие-то 10 минут буквально упала с 63 63 37 до 61 37 на 2 доллара это огромное падение такое происходит очень-очень редко и уловить вот такое это вот так мне везло только с Газпромом когда я его продал и он начал расти ну везло в кавычках вот а здесь нефтью как раз повезло посмотрите 4 лота в шорте бамс это 40 баррелей однако 40 баррелей на 2 доллара фактически это 80 долларов за 5 минут друзья мои на 4 лотах всего и тут я смотрю раз нефть падает ну вот когда она упала ну вот здесь я закрылся потому что думаю ну все она стабилизировалась здесь дальше уже я попытался подергаться это было бесполезно я оставил эти попытки вот и я смотрю вот здесь вот был доллар к рублю на уровне сопротивления и он пробивает этот уровень ну я просто взял купил доллар к рублю я думаю что если не сегодня завтра то потом он поднимется все равно по-любому здесь в общем вариантов нет и он поднялся на самом деле то есть здесь у меня все в порядке вот что я хочу сказать что ожидается в ближайший месяц а в ближайший месяц ожидается следующее рубль должен падать по идее август месяц рубль должен падать и если у вас нет брокерского счета то максимум что вы сможете сделать это пойти и купить доллары в банке но насколько будет падать рубль насколько будет расти доллар ну сейчас он стоит там 63 уже 64 но 65 он будет стоить но 66 но не больше чем 67 в общем смысла покупать в банке доллары нет потому что в банке будет разница там в 50 копеек между ценой покупкой и продажей то есть вы сможете там хоть что-то сэкономить только если доллар вырастет больше чем на рубль ну вот как бы очень-очень сомнительно это дело а вот если у вас есть брокерский счет то у вас нет никакой комиссии нет никакой маржи то есть никакой наценки банка ничего этого нет во-первых а во-вторых имея например посмотрите всего 45 тысяч рублей можно купить 10 тысяч долларов ребят ну о чем речь то есть очень-очень весело вы будете очень сильно завидовать тем кто уже открыл брокерские счета вот что я хочу вам сказать а теперь то ну как бы мои мысли о том что надо делать да это доллар да это нефть будет ли продолжать падать нефть а черт ее знает насколько она будет падать и куда я подозреваю что будет но уже не так сильно все вот но есть такая вещь есть такая вещь как индекс ртс смотрите если акции российские начнут потихонечку проседать а доллар начнет расти что такое индекс ртс индекс ртс это стоимость российских акций выраженная в долларах так вот если акции начинают падать представьте дробь да вот там сумма акций поделить на их количество грубо говоря это средняя цена акции это индекс да поделить на доллар если средняя цена акций падает а доллар снизу в знаменателе начинает расти то индекс ртс получает двойной импульс и от падения акций и от роста доллара который ускоряет это падение то есть индекс ртс вот что я планирую буквально сегодня сделать я хочу собираюсь зашортить индекс ртс и мне кажется что до конца августа это даст свой результат вот таким образом друзья мои на передний план выступают уже сейчас не фондовый рынок а срочный а там все очень-очень весело и совсем-совсем не скучно поэтому поставьте пожалуйста лайк оставайтесь на моем канале следите за моими видео и если вы еще не завели брокерский счет не открыли если вы еще плохо соображаете в этом посмотрите как это можно сделать вон там вы видите значочек и нажмите туда или сейчас вы видите биржа для чайников ссылочку демитков юр.ком в описании вы видите тоже ссылочку с сентября месяца я набираю новый курс биржа для чайников если вы в этом очень слабо разбираетесь пожалуйста заходите демитков юр.ком будет будет очень весело потому что вот вы посмотрите вы видите как это можно сделать имея всего там 45 тысяч там меньше чем на тысячу долларов денег можно купить практически 10 тысяч долларов вы понимаете вот и в период когда вот такие вот резкие колебания они будут можно зарабатывать в период когда все падает что такое падение что такое кризис кризис и падение это на самом деле не падение это перераспределение активов в чьи руки это пойдет перераспределение в ваши или в мои решать вам вот и как раз сейчас можно приобрести вот можно записаться на этот курс биржа для чайников по льготной цене 50 процентов сэкономив потому что до 15 августа беспрецедентно низкая цена 50 процентов от стоимости то есть с 1 сентября это будет стоить 10 тысяч рублей до 15 августа можно записаться за 5 тысяч рублей на живые занятия по курсу биржа для чайников но занятия будут проходить в 17 часов по Москве это не всегда удобно поэтому есть вариант записаться на заочный вариант когда вы не смотрите вживую все занятия а смотрите сразу после того как они прошли то есть в то время когда вам удобно живой вариант больше удобен для тех людей которые живут за Уралом Сибирь и так далее значит там плюс 2 часа к Москве плюс 3 часа в Москве плюс 4 часа в Москве это нормально это удобно тем кто живет в московском регионе подумайте сможете ли вы регулярно смотреть в 17 часов если не сможете то вам лучше записаться на заочный вариант он стоит дешевле сейчас он стоит 3000 рублей до 15 августа с 15 августа он будет стоить 5000 рублей с 1 сентября 7500 рублей даже живой курс 7500 будет с 15 августа по 1 сентября таким образом вы можете прямо сейчас начать не то что инвестировать но по крайней мере экономить с эффективностью 50 процентов не упустите этот шанс ну на сегодня все друзья мои кнопочку вы знаете там ссылочка вы видите значок и нажимайте пожалуйста биржа для чайников прямо сейчас вы видите значок биржа для чайников до встречи в сентябре спасибо за внимание с вами был Домитков Юрий